Значит, вопрос, как раз Оксана, который вы задаете, он был аналогичен вопросу Марии, которая писала, значит, «Эленя, как вы считаете, все это предопределено в жизни, или мы полностью сами строим свою судьбу?» И сегодня в Телеграме я выложила такой пост, в котором была такая фраза «Судьба есть у каждого раба, а свободная личность вершит свою судьбу сама». Это достаточно такая мудрая фраза, кого-то может она зацепить сразу на слове «раб», и может быть неприятное ощущение, но если не цепляться, не привязываться к этому слову, а увидеть всю суть со всех сторон сферично, то здесь, в принципе, заложен ответ на этот вопрос. И я поясню, все ли предопределено. Раньше я считала, то есть на своем каком-то определенном уровне развития, я считала, что все предопределено. То есть судьба есть у каждого человека, и независимо от того, что ты делаешь, если это предопределено, значит, так и случится. Потом у меня был период, когда я, значит, обучалась магии, и у меня было восприятие того, что судьбы не существует, что человек сам ее вершит. И после того, как, значит, опять прошел некоторый период, и я пересмотрела заново концепцию того, как устроена эволюция души, плюс прочитав некоторую информацию дополнительную, я пришла, значит, к следующему выводу, но это обязательно субъективная моя точка зрения, я всегда про это говорю, не обязательно с ней соглашаться. Да и, в принципе, вы не должны соглашаться, а если соглашаетесь, надо это как-то перепроверить, для того, чтобы это не было чужим убеждением, а это стало вашим убеждением. Сейчас у меня позиция такая, как, в принципе, в большинстве моментов, 50 на 50, значит, до тех пор, пока человек не осознан, в его жизни будет им управлять судьба. Поэтому первое выражение, первое предложение, судьба есть у каждого раба, именно раба, что значит раб, это человек, у которого нету, то есть не то, что нету, он не осознает свою свободу воли и свободу выбора. И почему он не осознает? Потому что его уровень развития, он достаточно низок, то есть это те люди, которые не занимаются самопознанием, да, вот как все устроено, им это неинтересно, то есть они не находятся, не доросли, вот так давайте проще скажу, да, это вот примерно, там, я не знаю, уровень детского сада где-то до, там, я не знаю, 2-го, 3-го класса, когда дети идут в школу. То есть это те дети, которые зависимы от своих родителей, им кажется, что, в принципе, так оно и есть, да, у них нету права на слово, у них, в принципе, нет никаких прав, потому что за них несут ответственность родители. И есть очень много таких взрослых людей, да, биологически взрослых людей, у которых есть вот такое восприятие, что есть некая такая судьба, и она меня ведет, и все предопределено, и значит, так оно и будет. Есть другая категория людей, это люди, которые начали уже развиваться, то есть это вот, так скажем, вторая ступенька развития, люди, которые начинают как-то понимать себя, изучают разную литературу, у них появляется новое видение мира, которое может отличаться от стандарта людей. У этой категории людей, у них 50 на 50, то есть есть определенный путь, то есть некие такие рэперные точки, которые, в принципе, они изменить не могут, да, то есть это рождение, это, например, встреча, там, я не знаю, своего партнера по жизни, там, встреча с какими-то кармическими учителями, да, то есть какие-то серьезные переломные моменты. И здесь вот на это они повлиять не могут, но они могут повлиять на свое отношение к тому, что уже предопределено. То есть в тот момент, когда мы встречаемся с такими ключевыми триггерными моментами, у нас есть выбор, да, как мы себя поведем, как мы отреагируем на ту или иную ситуацию. Промолчим, если мы промолчим, значит, как следствие, у нас будет одна ветка развития. Если мы как-то отреагируем, например, в негативном ключе, у нас открывается другая ветка развития. Если мы, наоборот, проигнорируем, у нас открывается третья ветка развития. Вот когда человек осознает, то есть он не просто реагирует на автоматик, как делают рабы, да, опять-таки в кавычках, не хочу никого обижать, но раб в контексте мышления зависимого, без свободы выбора. В зависимости от того, как мы осознанно будем выбирать, то есть в тот момент, когда мы хотим отреагировать на что-то, мы останавливаемся, делаем два-три вдоха-выдоха для того, чтобы словить себя и поймать, что кто сейчас будет действовать. То есть я, либо мои инстинкты. Делаю я это осознанно, либо я делаю это на автомате, на основе моих шаблонов, да, привычек, которые есть в моей голове. И если мы это делаем осознанно, да, то есть мы останавливаемся, мы отдаем себе отчет, что я сейчас буду делать. То есть неважно, это там какой-то определенный выбор, ну то есть надо куда-то поехать, либо не поехать, надо что-то сделать, либо не нужно сделать, либо это какие-то, например, взаимоотношения, например, с учителями, с кармическими людьми, да, в нашей жизни, с которыми мы что-то отрабатываем. Здесь вот тоже должен быть осознанный выбор. И в зависимости от этого выбора мы можем поменять ветку своего развития, которое с точки зрения... Сейчас вот здесь вот такая тонкая грань. Сейчас я вам ее попробую объяснить. В пространстве вариантов есть абсолютно все варианты, которые мы когда-либо смогли бы себе придумать. То есть они уже существуют. Но если в первом случае, да, вот этого детского сада, детей, есть одна четкая такая протоптанная тропинка, и человек не может идти налево-направо, то во втором случае есть несколько протоптанных тропинок, но они уже протоптаны. И наша задача, да, то есть не задача, а то, что мы можем сделать, это перепрыгивать с одной тропинки на другую. То есть по сути у нас есть выбор, какой тропинкой пойдем, но эти тропинки, они уже проложены для нас. И любое, там, я не знаю, любое количество вариантов, которые мы можем придумать, они уже есть. Это второй уровень. То есть людей, которые в каких-то моментах могут быть подвластны, да, судьбе, то есть вот как-то еще спят, а в каких-то моментах они уже отдают себе отчет и становятся осознанными, но еще не на сто процентов. Вот это вот вторая категория людей. Есть третья категория людей в моем видении, да, это люди, которые уже пробужденные, они не просветленные, но они пробужденные. Это та категория людей, которых я отношу к магам. Это те люди, которые своим сознанием могут творить свою судьбу. То есть у них есть, например, какая-то конкретная, я не знаю, конкретное желание, либо конкретная цель, и они своим сознанием формируют, то есть они, как это, структурируют пространство вокруг них таким образом, чтобы та цель, которую они хотят, чтобы она проявилась, чтобы она случилась. Но это прям очень высокий такой уровень людей, которые вот действительно можно сказать, что они находятся вне судьбы. То есть это те люди, которые сами конструируют, создают свою жизнь так, как они хотят, путем своего сознания. Это люди достаточно, во-первых, осознанные, а во-вторых, с высоким уровнем сознания. Высокий уровень – это значит, что у них энергии, вибрации, которые они излучают, частота, она достаточно высокая. То есть это люди, мыслящие, проще говоря, другими категориями, однозначно нестандартными. Поэтому, исходя из этого, я склоняюсь к тому, что да, свою судьбу можно изменить, но опять же таки, если это делать осознанно, то есть если жить вот все время, отдавая себе отчет, кто я, где я нахожусь и что я сейчас сделаю. Вот если вам хватает энергии на это, то да, окей, можно. Если не хватает, то в принципе мы работаем на автомате, и это понятно, потому что наш мозг, он работает на энергосберегательной системе. То есть где-то, когда-то что-то попробовав, выстраивает определенный шаблон, запоминает, и в следующий раз, когда происходит аналогичная ситуация, но она никогда не бывает идентичной, она бывает аналогичная, то есть схожая. Наш мозг воспринимает это как то, что ему уже это известно, и выдает готовый шаблон. И мы, по сути, просто воспроизводим ту или иную модель, которую нам выдает наш мозг. Говорит, вот так надо действовать, и мы вот так действуем. Но мы это делаем на автомате, то есть мы не отдаем себе отчет, что мы делаем. Так, это вот по поводу вопроса. Так.